Мохнатая гусеница, летящая с дерева из-за дуновения ветра в муравейник, не ведает, что ей грозит, и как жестоко с ней обошлась судьба злодейка. Также и самозваные мастера кунг-фу, идущие в бой против бойцов, не осознают, на что подписались. Привет, лучезарные анаконды! Вы на канале Муай Тай Сикея Яфедорович. Покажу вам невероятный поединок, в котором мастер кунг-фу летал, стрелял и убивал всех, не сходя с места. Ну, по крайней мере, ему так представлялось и хотелось. А в конце мы посмотрим на нереальных кунг-фуистов. Бой, на который мы сейчас посмотрим, вошел в китайскую историю, как битва, положившая начало конца непобедимому Угвею в долине сыпучих песков. А дело было так. Крутейший мастер кунг-фу в синей кофте решил установить неоспоримую власть в своей провинции и объявить свой стиль звездного кулака, ломающего хребты муравьям, лучшим во вселенной и забрать в свою прекрасную школу всех учеников из всех единоборств, а остальные победить и закрыть. На этот дерзкий вызов отозвалась школа ММА, и один из ее лучших бойцов согласился рискнуть своей жизнью и принять бой, в котором решится судьба боевых искусств. Как настоящий мастер старых времен, учитель пришел в зал ММА со своей свитой, вооруженной камерами и телефонами, которые должны были запечатлеть этот фантастический бой, возможно, даже с выстрелами молнии, или на крайняк закончить перебитым хребтом. После подписания всех документов и отказов от претензий, ибо мы знаем, в случае, когда мастера с поломанными носами жаловались копами в суд на то, что их побили, и не дали станцевать танец разящего журавля с хромым крылом. Наконец-то бой начался, и каждый был готов умереть, но отстоять честь школы. В течение лет нет. Если acid не идет, я буду гордиться. И я тоже говорю, Кай, что он научил его обучение соли, что он пытается отценить, и не дает негативный код, поспорить, не дает лист по щитку, и не дает лист по щитку, но ноги, и не цена. И если это зайти к земле, не стуча, не дает листся, не дает лист овпас, и не дает лист овпас, и не обучилась гигазка, это уф- knee. Так, нет-код, не бойца, не на фига, кон-сак, он не на его у PM. Нет-код, нет-код, нет ручки, одевшки-газка, Это УФЦ РУЛЕ, так это всё. Стан-up, пальцы, пальцы, ноги, ноги. Наши вопросы? Вы готовы к борьбе? Вы готовы к борьбе? Готово! Лошадь узнают в езде, а человека в борьбе. Так и у нас. Несмотря на то, что боец ММА был килограмм на 15 легче и ниже, он ничем не уступал мастеру, молниеносные удары которого еле успевал отражать. Возможно, вам кажется, что мастер-то совсем не мастер, а какой-то дегустатор сивухи из кабака дяди Феди. Но это всё материальная иллюзия, которая создаётся учителем для того, чтобы расслабить противника и заставить его недооценивать себя. А на самом деле идёт полномасштабное воздействие на энергетические каналы, и боец ММА просто перестаёт контролировать своё тело. Мастер кунг-фу настолько крут, что даже не поднимает руки, а с лёгкой улыбкой принимает все удары на голову. Конечно, с таким энергетическим щитом можно и не такое принять. Я не могу джелом пешки! Не помогensал уйдата! Я так selling противника! 30 секунд, keep going. 30 секунд, keep going. Watch your hands. He's casting. He's casting. Forward, forward. Keep your hands up. Get this round over. Get this round over. Get this round over. Control now. Control now. Control now. That's it. Stop hitting. Но даже носорог, которого долбает дятел, рано или поздно истечет кровью. А мастер кунг-фу не сможет отражать все удары своим стальным носом. Volков сроко на мастер上. Не бросน. Я елки на мастер percent Агрессор Егор ДUN, везу переласки. Это шкая утuf. Я принял checklist тракл Эй. Эй! 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 Пару прямых решили исход этого эпического боя и судьбу всех единоборств, которые чудом не стали подчиняться одному великому сенсей. После такого эпохального боя я вас окончательно добью и уничтожу ваше восприятие реальности и мира, показав нереальных мастеров, которые наконец-то поняли, что в бою главное это красота. А в этом эпохальном поединке мастер Винчун в черной форме пришел в зал к джитсерам и решил проверить, что смогут несчастные борцы против его молниеносных ударов. Да вот беда в том, что он даже не успел показать эти самые молниеносные удары. Джитсер сразу прошел в ноги и перевел его в партер, а потом начал что-то мудрить с руками, наверное пытаясь сделать болевой. Но ему это надоело и он тупо добил его сверху своими, конечно же не молниеносными и не разящими, а кривоватыми, но зато надежными прямыми, поставив точку в этом файтинге. Все-таки не зря говорят, что голодному лучше уродливая лепешка, чем прекрасный цветок. Так и у нас, когда тебе нужно драться, лучше уметь кое-какие прямые из бокса, чем прекрасные, но бесполезные стойки кунг-фу. Пишите в комментах, что думаете про эти бои. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайк и делитесь видео с друзьями. Пускай также знают, что бывает и такое. А если вы хотите начать тренировки даже в домашних условиях или усилить свои, забирайте бесплатные видеокурсы в описании. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках.